всем приветики пришла ко мне такая вот посылочка это эндоскоп для мобильного телефона и здесь написано что он стоит 5 долларов на самом деле я заплатил за него 12 с половиной долларов камера вот эти по камера такая сейчас увидите но на право на проводке эндоскоп и самое жесткое что там что-то гремит там уже что-то гремит это как-то не очень уж пакетики не очень таки так режутся хорошо так что там у вас еще есть все пусто пакетик с пупыркой кстати ну и получается вот она упаковочка уже приоткрытая по идее должна быть закрыта три в одном type-c то есть три подключения type-c android micro usb и пока и вот она либо так либо так либо эта штучка еще поднимается но и вот он здесь подключается либо так либо так либо так и через провод выходит такая камера и вот устройство которое может подключаться компания-производитель видимо здесь что у нас от от почтового пакета грязюка сбоку ничего снизу ничего здесь модели здесь вот помещено два метра hard wire типа жесткий провод жесткий провод это значит то что она будет ну типа ты можешь его направлять и он не будет сегинации и куда-то падать а сзади там еще нужно быть специальная программа чтобы она работала специфика но здесь его характеристики я кстати не помню брала с двойной линза или нет какое у меня там разрешение по-моему я брал full hd по-моему да брал full hd по-моему но я точно не помню да я брал получается 8 миллиметров это full hd и с одной линзой не знаю что сделать двойная но она там и дороже внутри у нас все там больше ничего нету дальше что идет у нас какая-то инструкция обычно мы сразу ознакомимся с инструкция android то есть мобильный компьютерный эндоскоп инструкция пользователя так вот здесь довольно таки много текста то есть это начало но спецификация то что мы уже видели скачать устанавливать приложение из google play можно по qr-коду дальше откроете там что-то настроите ну в общем нужно настраивать и переводить и разбираться в этом а дальше точно такое же только на китайском языке в общем такая инструкция нужно будет еще с этим разобраться дальше на что идет в коробочке какие-то насадки насадки на эндоскоп ну и сам эндоскоп получается вот подключение либо к usb к компьютеру подключаешь соответственно программа должна быть для компьютера либо вот эту штуку поднимаешь кстати удобно и так вот к андроиду подключаешь через микро usb и вон контактики чтобы соединиться с этими контактиками и оно превратилось в usb прикольно либо через type-c тоже прикольный провод вот он жесткий то есть это если ты его согнул он согнутый к ну типа как проволока либо ровный либо согнутый ну такой жесткий провод типа чтобы как проволока был ну и сама камера вот она провод два метра замотан здесь проволочкой такая вот камера то что такое какая-то дырочка ну вот она сама камера глазок камеры и подсветка вот они светодиодики и сюда и здесь резьба на эту резьбу видимо что-то накручивается какие-то из насадок ну в общем разобрался я с насадками пока на паузу ставил получается здесь вот так вот накручивано на резьба внутри и здесь резьба она накручивается на камеру до конца естественно и крючок зачем-то типа ты можешь куда-то засунуть эндоскоп и крючком зацепиться чтобы он не ушел я правда не представляю где это может быть потом зеркальце то есть ты накручиваешь сюда и где-то в бок так можешь куда-то подсматривать типа куда-то засовываешь и так вот в бок смотришь правда она здесь на зеркальце не очень потому что на нем еще пленка есть и пленку нужно типа снять ну типа так вот она не видно в зеркальце а если вот снять пленку то уже уже вон сразу видно стало как так четенько главное не заляпать то что он заляпал немножко уже не четко видно зеркальце потом магнитик то есть вот это вот железный это магнитик то есть ты накручиваешь и потом куда-то засуешь и типа прям куда-то где в железное место примагничиваешь и он держит эти саму не нужно держать вот зеркальце понятно для чего магнитик понятно для чего где-то за что взяться хотя это тоже крючок где не за что примагнититься можно зацепиться и чтоб он типа там висел а ты смотрел а это я так понимаю здесь должно быть стеклышко потому что это просто крышечка с резьбой и резиночка я так понимаю здесь должно быть стеклышко а резиночка должна как бы ну просто прижать стеклышко ну короче резинка прижмется сюда и она бы прижалась к стеклу к стеклышку и тогда эту штуку можно было бы суать под воду потому что резинка бы сейчас прижалась бы к камере не давая пройти в воде и к стеклышку прижалась бы не давая из под стеклышко затечь в воде в камеру но прикол в том что здесь стеклышка нету то есть я так понимаю благодаря вот этой крышечке можно было бы сделать камеру водонепроницаемой ну лол это просто здесь просто пустота здесь нету стеклышко а оно все лежало в этой коробочке там тоже стеклышко нету ну короче стеклышко мне не положили и насадка которая по идее должна быть наверное водонепроницаемая ну не работает из-за того что стеклышко нету хотя может быть и мы стеклышко и не надо так я оказывается если присмотреться то вот видно блик идет по стеклышку то есть вот эти вот все светодиодики и камера идут за вот этим вот стеклышком по которому идет сейчас блик то есть я думал тут нету стеклышка окажется оно есть вот стеклышко а под ним камера и светодиодики а вот эта крышечка наверно там резиночка ну просто типа как защита если тебе не нужно все вот это вот остальные насадки ну типа зеркальце там и все такое ты просто накручиваешь сюда вот эту вот крышечку получается у тебя как такое как такая защита которая не даст типа чему-то поцарапать стеклышко ну тогда все нормально значит значит все хорошо я думал стеклышко потерялось оказывается она там есть внутри я просто не заметил ну вот такой эндоскоп и это была собственно его распаковка а дальше нужно тестировать ну ну проверить подключить его к телефону компьютеру установить программу проверить как он работает работает ли он но потом когда я уже с ним разберусь когда разберусь с инструкцией полностью тогда уже можно будет записать обзор вот поэтому на этом все всем покедова